Книга «Открытым оком», том 26, тема «Грех», вопрос 3824. «Почему некоторые люди по-прежнему считают, что верующие – это отсталые люди? Разве они меньше знают, чем неверующие? И знанием ли книжным определяется человек?» Отвечает Игорь Тихонович Лапкин. «Смотря в чем, если речь довести о благочестии, о святости, о дисциплине, то верующие вообще вне досягаемости по уровню своему. А если взять какие-то исследовательские лаборатории, где нет никого из верующих, то неверующие знают больше. Но для вечности что эти знания? Они нужны им только здесь и не всегда даже бывают полезными. Если посмотрим на басни, на стихи по жизни, то в них высмеются чаще неверующие, так как там речь идет о нравственных качествах. Негде ворону унесть сыра часть случилась. На дерево с кем взлетел кое полюбилась. Оного лисицы захотелось вот поесть, для того домочься б вздумала такую лесть. Ворону у красоту, перед цвет почившим, и его вещбу еще так же похваливши, прямо говорила птицу и почту тебя, зевсовую в предке. Вуди, гластвуй для себя, и услышу песнь, добро от всех твоих достойну, ворон похвалой надмен, вне себя пристойну начал, сколько можно громче кракать и кричать, чтоб похвал последнюю получить себе печать. Но тем самым из его носа растворенно выпал на землю тот сыр, лиско ободренно, онною корыстью говорит тому на смех. Всем ты, добрый мой ворон, только ты без сердца. Мех. 1752 год. В.К. Тридьяковский. Числа 25.18. Ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас. 1852 год. И птицы держатся людского ремесла, ворона сырокус когда-то унесла, и на дуб села, села, да только лишь еще ни крошечки не ела, увидела лиса во рту у ней кусок, и думает она, я дам вороне сок, хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану. Дуб сколько невысок? Здорово, говорит лисица. Дружок, воронушка, названная сестрица, прекрасная ты птица, какие ноженьки, какой носок. И можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты мер, мой светик хороша, и попугай ничто перед тобой душа. И попугай ничто перед тобой душа, прекраснее сто крат твои павлии, не их перья. Нелесны похвалы, приятно нам терпеть. Нелесны похвалы, приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, так не было бы тебе подобной птицы в мире. Ворона-горлушка раздвинула пошире, чтоб быть и соловьем, а сыру думает, и после я поем. Сию минуту мне здесь дело не о пире. Раздвинула уста и дождалась поста. Чуть видит лишь конец лисицы на хвостах. Хотела петь, не пела. Хотела есть, не ела. Причина-то тому, что сыру больше нет. Сыр выпал из роту, лисицы на обед. Сумароков. Псалтирь 11.3 Ложь говорит каждый своему ближнему устальстивым, говорят от сердца притворного. Псалтирь 11.4 Ребят Господь все устальстивые, а язык велеречивый. Где наш отец? Выспрашивал упрямо. Сын червячок у мамы червяка. Он на рыбалке, отвечала мама. Как полуправда к истине близка. Сергей Михалков. В притче 26.2.8. Живый язык ненавидит уязвленных им. И льстивые уста готовят падение. Маленькие нудные людишки ходят по земле моей отчизны. Ходят и уныло ищут место, где бы можно спрятаться от жизни. Все хотят дешевенького счастья, сытости, удобства, тишины. Ходят и все жалуются, стонут. Серенькие трусы и лгуны. Маленькие краденые мысли. Модные красивые словечки ползают тихонько с краю жизни. Тусклые, как тени человечки. Максим Горький. 2 Петра 2.3. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов. И погибель их не дремлет. Дыхание мощное в жерло трубы лилось, как будто медное влагалище взывало. И сохнув, и изныв, трехгодовалый его услышавших, взметнулся сонный лось. И долго в сумраке сквозь дождик что-то нюхал. Ноздрей горячих хрящ, и вспенившись, язык лизал махры губы. И, вытянувшись ухо, ловило то густой, то серебристый зык. И заломив рога, вдруг кинулся сквозь прутья. По впадинам глазным хлеставшим жестко лос, теряя в беге шельска войлокала сутья. И жесткую слюну склеивших пасть желез в гнилом валежнике. Через болото краток зеленый вязкий путь он как сосум не крыл. Еще у вертливых и боязливых маток, в погонях бешеных растрачивая пыл. Все ярость не ответ, стремящийся к завалу. Стволам охотничьим на тягостный призыв, поля на темный круг, сердцовые посты сшалы и лопасти рогов, как якорь в глину врыв. С размаху рухнул лось, и в выдавленном ложе по телу теплому перепорхнула дрожь, как бы предчувствие, что в нежных тканях кожи пройдется весело свяжуя длинный нож. А над лбом пила, и петухан безглавым, подобен в трепете, там возле задних ног, дымился сев парной на трауре кровавом, как мускульный глухой отзыв на терпкий рог. 1913 год, Михаил Зинкевич. Евреям 3.13. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Живя согласно строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла. Жена моя, закрыв лицо вуалью, под вечерок к любовнику пошла. Я в дом к нему с полиции прокрался и улечил. Он вызвал, я не дрался. Она слегла в постель и умерла, истергна позором и печалью. Живя согласно строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла. Имел я дочь, в учителя влюбилась, и с ней бежать хотелось горяча. Я погрозил проклятием ей, смирилась, и вышла за седого богача. Их дом блестящ, и полон был, как чаша. Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша, и через год в чахотке умерла. Сразив весь дом глубокою печалью, живя согласно строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла. Крестьянина я отдал повара, он удался, хороший повар, счастье. Но часто оттучался со двора, и званию неприличное пристрастие имел, любил читать и рассуждать. Я, утомясь грозить и распекать, отеческий посек его каналью, он взял да утопился, дурь нашла. Живя согласно строгой моралью, я никому не сделал в жизни зла. Приятель срок мне долго не представил. Я, намекнув по-дружески ему закону рассудить, нас предоставил. Закон приговорил его в тюрьму. В ней умер он, не заплатив алтына. Но я не злюсь, хоть злиться есть причина. Я долг ему простил того ж числа, почтив его слезами и печалью, живя согласно строгой моралью. Я никому не сделал в жизни зла. 1847 год. Эн. А. Некрасов. Притча 26, 18, 20. Как притворяющийся помешанным бросает огонь стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил, «Где нет больше дров, огонь погасает, а где нет наушника, раздор утихает». Притча 25, 18. Что молотый меч и острые стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Притча 26, 18.